Итак, всем привет, с вами Долгай. Продолжим играть в Кайзаре Дагдада Германию. В прошлой серии мы буквально основы нашего экстракта заложили, по фокусам чуть прошлись, уже вышли в нашего канцлера, самое главное. И сейчас, как избавимся от черного понедельника, я думаю, мы будем его фокусы делать. Возможно, я еще не до конца уверен. Сходим вот здесь, вот у нас надо... Три фокуса, да, я так понимаю, современные... А, нет, надо... Блин, надо миллион фокусов для этого. Ладно, нет, мы все точно не пойдем, потому что это просто 4-7 фокусов, чтобы получить этот баф. Мы потерпим, я думаю, без этого тоже. Окей, мы все точно не пойдем. Так что пойдем сюда, будем смотреть, что он будет давать наш канцлер. Он пока наблюет только дебафы, опять ТНП, минус 5 производство, очень неприятно. И также мы будем сейчас очень активно участвовать добровольцам. Я еще отправил сейчас вот сюда добровольцев наших. Так что будем сейчас очень активно этим заниматься. Самое главное, мы еще выкачали очень много докринфлота. Я думаю, мы докачаем все к войне. И как бы, ну, плюс-минус нам этого должно хватать, чтобы победить на море. А у нас огромный флот. Мы его только увеличиваем. Как бы там, конечно, посмотрим еще, как что будет. Но я думаю, нам его плюс-минус должно хватать, чтобы победить и Францию, и Британию. А на этом, я думаю, мы поехали. А мы, я думаю, будем, кстати говоря, на море делать вот такие вот кораблики. Без армора, тяжелые крейсеры, 37, скорость. Поехали. Эти пускай достроятся, и больше мы их убедить не будем. А вот эти вполне себе выглядят как основа нашего флота. У нас будущее. Единственное, я бы что хотел. Они 37 идут. Да. Это, ну, не КМА, а узлов. У нас этот флот, я уверен, движется помедленнее. Хотя, слушайте, 41, 35, 34. Слушайте, нет. На самом деле у нас более-менее 37. Более-менее близкие цифры к этому. Так что плюс-минус я посмотрю. Ну, конечно, возможно, мы весь флот и оставим. И вот такой кучкой будем. Входить в битву, потому что это ванила. А в ваниле можно настакивать сколько угодно кораблей. Штрафы за это слишком маленькие. О, старика просит нашей защиты. Да, давайте, предложим ему помощь. Почему бы нет? О, смотрите-ка, у нас на Геринга набрали это. На коррупцию. Давайте на всякий случай сохранимся здесь. Ну, я думаю, нам, наверное, надо не делать Геринга плохую репутацию. Где он тут у нас находится? Да, это он немножко по-другому выглядит в нашей истории. Тем не менее, таким образом мы, наверное, сможем потом его к себе-то звать, позвать, как там было написано. Ну, скоро узнаем. Окей, доехали здесь дивизии. Давайте все их тоже выставлять будем, конечно же. В Испании, да, не доехали, выставляем все. Конечно же, в Америке тоже все будем выставлять. Единственное, что я не сделал, а что стоило сделать, это принять дивизии на наш основной шаблон. И я думаю, мы будем фокусироваться против вот этой Америки. Самая слабая будем добивать потихоньку все. Друзья, она не воюет с нами. Да, кстати говоря, она не воюет с нами. Тогда надо синдикалистов пойти душить, я считаю. Неважно, кто победит, главное, чтобы не синдикалисты. О, старик просит нас оказать помощь. Вот, да. Черт, а у нас здесь войско-то, ну, не будет. Нам туда как-то доехать еще надо, блин. И я понятия не имею, как. Ну, давайте попробуем. Так, даже если у нас призвали войну. Делаем так. Нам вообще добро пожаловать в лол. Макси говоря, нет, военная экономика, не варим, к сожалению, поставить, но ладно. А при этом всем я не могу отправить вот так вот, ну, хоть могу. Срочно надо войскам сюда ехать. Так, смотрите-ка, ага, необходимо расследование. Блин, надо было... Ну, ладно, может это рандом, может нет. Но я думаю, надо Геогерману как-то помочь. Тут еще какой-то ивент абсолютно непонятный, но давайте. Премиум. И здесь тоже все дивизии сделаем нашей основной пехотной. Так, а здесь началась война с Португалией. Ну, мы не можем туда зайти. Да, так и есть. И мы не можем туда добровольцев отправить, я так полагаю. Да. Ну, я думаю, португальцев они там должны выбить. У них очень много дивизи там. О, война стимулирует экономику. А, это типа, если мы с черной подельником в войну сходим, то нам стабильно сдают, чтобы мы восстановились немножко. Забавно. Очень забавно, потому что это не то, чтобы мы прям реально воевали, а там это какой-то локальный конфликт в Северной Америке. Но то, что нас это обустанет, это приятно. Французская коммуна оправдывает цель войны против нас. Звучит очень странно и подозрительно. Я не думаю, что у них есть вот вариант атаковать в 37-м. А, может, там что-то типа против какой-нибудь Фландрии и Бельгии. А потом они там одумаются. Но, в любом случае, конечно, границы стоит укрепить. Ну и у нас успели войска сюда прибыть. Потому что сейчас они накопят планирование здесь и смогут что-то помогать. Так, ворца сходит в Россию. А, мы здесь переходим в атаку. Ну, еще фельдмаршала поставил, у которого есть в джунглях. Так, плотик концессий не сильно интересен. Точнее, как в целом... Давайте за. Почему бы нет? Ну, вроде мы здесь должны пробиваться нормально. Так, Валканская война. Но мы во всем этом не можем поучаствовать добровольцами. Потому что у нас... Ну, нет возможности отправить их. У нас война происходит сейчас. Итак, рейс Закота. Ну-ка. На правило... Давайте-ка... Сесть за один стол, наверное. Да. Программные все цики. Столтый стандарт. Сейчас переходим. Так, все. Черный понедельник потихоньку. Снезанее таким черным. Ой, смотрите. Да, мы смогли. Нам согласилось перерастить спор. Хорошо. Плюс 30 палиток для нас. Это всегда супер. И мы внедрились в параллельство Франции. Давайте. Шпионов-то снова закинем. Будем еще внедряться. Возможно, что-нибудь украдем. Но вообще не хватает, конечно, агентов. Давайте сделаем вот так. Получим плюс еще одного советника. И вообще, я бы нажал кнопку. Так. Рейна покинула. Да, потому что у них там тоталисты пришли. Русьев пришел к власти. Еще мы с ними разберемся. Попозже. И нам что надо будет делать здесь? Это есть такое решение. Сделать себе. Вот. Начальник разведки. Давайте его и сделаем. Собственно говоря, будет у нас 4 шпиона. Будем порвать тихие. Так. А, вот. Смотрите-ка. Они вот нас подставили. Да. Начать поражение. 200. Торговые отношения. Плевать на это, кстати говоря. Есть. Штабберг предлагает реакционные круги. Блин, можно подумать. Но вообще, я думаю, надо захватывать сразу. И оставлять ничего на волю случая. Готовим армию, я думаю, сюда. Французы еще пока не должны ударить. Вроде как. Ну, во всякий случай, давайте сделаем микрогарнизон здесь. Плюс у нас еще есть здесь уже какие-то резервы. Так что, да. Ударим по предателям. Но попозже, чтобы у меня войска хотя бы как-то успели перевести. Перейти на восток. Ну, смотрите-ка. Швейцарары... Швейцары что-то они это сделали. Они там достигли какого-то договора с Францией. Они, видимо, отдали что-то или что. И нам дают отдать мэн пауэр. Ну, ладно. О, Ирландия просит поддержку. Ну-ка. Ирландия под защитой Рейхспакта. Супер. Итак, войска на месте. Нажал им быстрое планирование. В принципе, за эти два дня мы успеем готовить полностью войска к нападению. Так, и давайте-ка этого третью агрессивность. А, надо, видимо, их сюда еще отдельно призвать. Надеюсь, сейчас у меня не будет приколов, и они все нормально согласятся вступить в войну. Ну, да, так и происходит, и мы без особых вроде как проблем. Круг там приходит, и... Что-то про книжку или что-то такое. Да, новые книжки какие-то. Окей, я не против. Нам дали палитку, почему бы нет. А еще надо бы мобилизовать снабжение здесь. А, ну у нас на это нету... Нет, у нас есть на этом машинке. Так, все, мы не в моде, которому это стоит по 500 машинок за пункт. Здесь мы можем нажимать вот так, и не стесняться. Ну, давайте рашим побыстрее точки, чтобы побыстрее этого им закончить. Так, смотрите-ка, дипломаты начали какие-то реформы, привлекия. Понятно, что они там хотят. А, слушайте, они жестко готовятся к войне с Британией, но и мы им, конечно же, в этом поможем. Если они вдруг захотят защищаться. О, да, начали дипломатическое наступление, мы обязаны помогать. Так, конечно, мы будем помогать. Мы еще за эту палитку получим. Точно будем. О, смотрите-ка. Они меняются. Вот так. Пока что наша дипломатия очень успешна. Мы везде, куда можно залезть, залазим. И везде там успешны. Что ж, отлично. И мы, кстати говоря, теперь уберем черный понедельник полностью. 20 ТНП свободим последние. После этого, я думаю, мы пойдем вот сюда. Вот сюда. За моделями истребителей. И будем их рашить побыстрее, чтобы новую авиацию начать строить. А дальше, я не знаю, будем думать. А здесь еще, смотрите, Россия начала с другой стороны. Там тоже наступление. Но мы должны, я думаю, большую часть себе забрать. Да, подходит время раздела. Ну и да, в целом у нас вроде как очень хороший счет. Я думаю, реально большую часть мы сможем забрать. Более того, мы сможем забрать все. Лично мы успели сделать это до того, как сделала Россия и Украина власти наша. Не смогли там ни синдикалисты получить какое-то свое правительство, ни Россия не смогла спеть под свое крыло забрать. Супер для нас. Русская царство хочет заключить факт о неопадении. Слушайте, ну давайте заключим. По приколу. Почему бы нет? Торговое соглашение с Норвегией. Да, конечно. Здесь у нас, конечно, все очень мильно происходит. О, с тебе там что-то там. Какой-то ивент непонятный. Все очень мильно здесь происходит. Но хотя бы есть движение. Хотя, конечно, мне не хватает возможности помогать там, где я хотел бы помочь. Аргентина, судя по всему, проиграет из-за этого. Но здесь наши испанцы хотя бы нормально себя чувствуют. И вот здесь вот наши американцы чувствуют себя, ну, на самом деле, очень грустно. И так, создаем марионетку, конечно же. Ну и, видимо, сейчас будем решать вот эти вопросы территории. Конечно, будем отдавать тем, кто был все это время лоялен. Ну, не слишком, короче говоря, обделили. Точнее, как вот это все, очевидно, шло только в Украине. Здесь пополам. И здесь тоже пополам с нашими территориями. В принципе, вроде вышло нормально. Смотрите-ка, повышение меры государственной безопасности. Всех французских организаций. Да, конечно же, всех французских организаций. Потому что у нас, в принципе, что-то такое было. Да, мы это уже сделали до этого. Так нас осуждают, да? Можно просто бить войну, блядь, за это. Нет, я думаю, это слишком жестко. Я думаю, мы будем не обращать внимание на протесты. И все. И готовимся красть уже промышленные чертежи. Прежде чем эта операция будет готова, я думаю, мы кого-нибудь переключим. Ну, оставшегося здесь парня переключим на сохранение сетки. Все говоря, индо-китайском союзе мы все-таки проиграли здесь. Что, конечно, очень неприятно. Я хотел, чтобы такого не было. Но не смогли. Вот эти боты победить этих. Ну, видимо, просто не повезло. Как-то по спавну или что, я не знаю, что происходит. Но чисто неудача. Вот, смотрите-ка, мир с Антурой. У нас до этого, видимо, его не было. Прикольно. Какое иногда бывает в истории. Так, а теперь, как я и говорил, мы идем в авиацию. И после этого, не знаю, возможно, тоже в танки кинуть. Бахвы на танки хотелось бы иметь. Вот здесь вот есть бронетехника. Здесь вот бронетранспортировать. Это не совсем то, что я хотел бы. Посмотрим. Ну, видимо, вот сюда, наверное, и пойдем мы. В маневридную войну. Почему бы нет, на самом деле? Почему бы не попробовать, как обычно, на танке? О, у нас, кстати говоря, есть отдельный уникальный баф на 10 арки и 5 восстановления дивизии. Я думаю, его надо брать. Ну, я жила наша экономика, 13 от НП. Построим еще фабрик, наверное, до 1939 года. А потом редко переключимся на военные заводы. Так, формальный запрос от королевства Белорутении. Просьба. Так. Они от нас очень зависят. О новых отношениях. Блин, ну, слушайте. Конечно, я предпочитал бы, чтобы они были нашей марионеткой. Да. Но если они все еще будут в нашем альянсе, если это им поможет. В целом, в целом. Ладно. Так и быть. О, смотрите-ка. Япония тяжелая, но они пытаются в Китае. Ну, в принципе, как обычно. А надо вмешаться в американскую гражданскую войну. Я так понимаю, против синдикалистов? А нет, против вообще почти всех. Любопытно. Кстати говоря, здесь мы не смогли справиться кое-как. Если мы сможем закончить эту войну когда-нибудь, то, возможно, мы все еще попробуем им помочь. Убийство посла. Наш посол в Австрии был убит. Калмыгская социалистическая республика. Мы можем убить виновь в французской коммунии. Опять. Блин, ну нет, нет. Мы все еще, все еще. Типа, скорее всего, скорее всего, мы намного сильнее Франции в данный момент. Особенно, если бы мы строили военные заводы. Да, мы, в принципе, можем очень быстро перестроиться на военный лад. Но не хочется пока. Это было бы как-то слишком неинтересно. Я хочу, чтобы Франция там успела набрать какую-то силу, каких-то союзников. О, а вот Бразилия хочет в Рейхспорт. Конечно. Без проблем. А вот Аргентину захватили. Я потерял минус 3 ТНП. Ну, как я и говорил, хотелось бы мне, чтобы там было все хорошо, но не получилось. Смотрите-ка, они передумали. Блин, ну... Странно, но... Допустим. Здесь мы все никак не можем тоже пробиться. Но хотя бы мы фармим опыт, так что ладно. О, Марка просит помощь. А вот так, без проблем. Направить военную миссию. Ну, я думаю, уже пора начинать строить военный завод. На полную у нас там жесткие бафы на это все, так что пора. Ну, и в Южной Америке на полную уже красные получают власть. Здесь, здесь, здесь. Бразилия... Да еще и здесь, господи. Бразилия очень зря к нам не вступается. Она под очень жесткой угрозой, я считаю. Еще и здесь, господи красные. Везде. Куба хочет нам прийти. Конечно, принимаем кубу. Любой союзник это союзник. И мы, конечно, доделали вот эти все исследования. Артиллерию мы тоже скоро следуем. Танки сейчас будем делать. В общем, это все, что нам нужно. Наземное и воздушное мы сделали. Это, конечно, все еще тоже приятно. Но давайте уже начинать делать наши политические фокусы. Как бы в 38-м гофте уже, блин, пора. Еще, я думаю, перевезем наши дополнительные войска вот сюда. Попробуем сделать выставку как раз-таки из вот этих новых территорий, с кубы. Итак, вот пошли эти ивенты. Он интервьюал за кулисами и сделал... Достиг своей цели. Он стал канцлером. И, ага. План сработает без проблем, обещает. А, ну, говорят, есть куча разных фокусов. Но на самом деле, может только вот этот. Ну, ладно, давайте. У нас есть какой-то план. И мы его придерживаемся, я так понимаю. Как можно характеризовать нашего канцлера. И он будет прогрессировать. Ладно, посмотрим, что из этого выйдет. И мы, кстати говоря, уже докачали все морские доктрины. И начинаем мы уже качать наземные. Итак, Ирландия хочет нам поступить. Конечно, мы дадим им такую возможность. Это будет наша база, чтобы высадиться в Британию, полагаю. И так у нас тут, кстати говоря, еще одна война. Вот здесь, против Горской Республики. А, и вот такая ситуация. Да, у нас вот здесь вот, как бы, право найти территорию. Но у нас Гаран, то есть на них напали, судя по всему. Очень интересная ситуация, я бы так сказал. Еще и вообще, это мега гражданская война. Ну, так или иначе, мы поможем. Мы поможем, причем. Давайте и здесь поможем, и там поможем. В общем-то, поехали. Так, сделали мы Камарилию. Давайте переназначение ключевых госпостов. Поехали. И здесь у нас выставка готовится. Прикроем их нападением отсюда. Кстати говоря, у парней почти Аргения осталось. Ага, и здесь на самом деле есть дивизии. Некоторые. Так. Крымская Советская Республика. Давайте-ка мы себе ее заберем. Я предпочел бы только забрать все. Пожалуй. Отлично. И здесь тоже так. А, война закончилась, да? Как будто нет, не вся закончилась, но большая ее часть. Краймер, да, та, с которой мы были в войне. Окей, меня это устроит. Ну, отсюда вроде как у нас все пошло получше. Здесь мы земли их поддерживаем. Да, и сможем высадиться. И здесь тоже поступаем. Ну, вроде как должны справиться. А еще мы, я думаю, очень жестко выкачиваем наших генералов всех. Которые здесь участвуют. И так, смотрите-ка. Можно НКП поддушить вот эти парни. Нам вот не сильно интересно. И чтобы вот сюда пойти... А мне нужно в любом случае все фокусы сделать, да? Так что давайте, да, продолжаем. Почему бы нет? Ну, смотрите-ка, да, блин, хотят продвинуться. Не до инвестиций? Не, ну... А, мы типа могли согласиться, могли согласиться. И мы сейчас не сильно-то согласились. Вот, потерпит, я думаю. И обновляю здесь радары, чтобы поставить сюда вот этот баф. Те говоря, баф здесь еще и бафает броню, но клевать на броню, на самом деле, я делаю это ради 10 заметностей. Ну, и ПВО, и скорость тоже, конечно, очень-очень хорошие статы. Что мы достраиваем это в одном кораблику? Ладно, давайте как-то так, наверное, мы поставим это все. Все остальное будет идти уже в нормальные новенькие тяжелые крейсеры. Смотрите, что я нашел. Геринге. Господи, какой у него... Какой у него портрет? Крах в Мидлоаврике. То есть... Геринге. Шиза, конечно, шизеет нереально. И, возможно, начинается война. И, как обычно, мы все только ждем. Так, военной интеграции, кстати говоря. Плюс опыт. Я не против плюс опыта. Мы очень неплохо так подходим по доктринам. Подфармливаем. Но... Хотелось бы больше. Тенея достаточно, на самом деле. По морскому-то у нас все достаточно. Так, османам... Да, давайте поможем, в принципе. Я бы даже, может, какой-нибудь Атташе отправил. Там сейчас очень, да, серьезная война будет. Давайте попробуем. О, и Центральная Америка капитулировала. Мы можем ее просто захватить. В принципе, ладно. Война не слишком плохая. Мы за нее хотя бы что-то получили. Но сейчас она закончилась. У нас теперь 100% стабильности. Мы по 20% строим военные заводы. И я, в принципе, этим всем доволен. Кстати говоря, Чехия воюет с Австрией. Но я надеюсь, что Австрия победит и будет усиленным нашим будущим союзником. Ну, опциональным. А нам пора рассылать добровольцев. Давайте сейчас и займемся. И мы разослали опять 4 отряда добровольцев. Что ж. Мы снова будем пытаться влиять как-то на бои. Но ведь это по 2 дивизии. Отправлено в Оспана, в Испанию, в США. И в Назийскую Клику. Все-таки они все еще имеют часть, так сказать, нашего направленного правительства. Они из Остазии вроде как сотрудничают неплохо. Я бы сказал, из китайцев это самые наши китайцы. Вот. Испанцы наши вроде победят. Вот эти ребята, конечно, не уверены. Пока по военным заводам, кстати говоря, у них неплохие шансы, я вам скажу. Вполне себе. Если мы сможем победить в пути США и потом как-то с синдиката задушим. А синдикаты находятся в окружении таком. Все-таки вот здесь позиция такая более-менее неплохая. Эти две страны, конечно, в самом плохом положении. И они просто буквально окружены. Синдикаты так вообще на 360 градусов. Вот. Так что шансы есть. Ну, на этом, я думаю, это серию я закончу. С вами Ред был Дубгай. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Дискортик там вступайте. Ссылочка в описании. Ну и, как обычно, лайки, комментарии. Вот. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok